Белые Медведи Четвертого года рождения Разница Между хукеистами в один год И посмотрим Повлияет ли она на что-нибудь Или эта разница Довольно условно Уже опасный момент Чуть ли у ворот не создала команда Зеленоград И немного больше времени проводят Непосредственно они В атаке Напоминаю то, что по регламенту турнира У нас команда играет Три периода по Пятнадцать минут Малый штраф Одна минута Сейчас был, кстати, хороший бросок по воротам Но справился с ним Александр Третьяков Ответная атака Медведей Есть возможность забрасывать И да! Шайба действительно попадает В ворота Открывают Белые Медведи Счет Немного по шайбе Не получилось То есть это план реализовать И теперь атака Медведей Мчится в зону Иван Копейкин Бросок по воротам Но этого недостаточно Чтобы пробить Никиту Сичелова Две трети периода уже У нас позади И пока что Ничего не придумали Команды Не получается абсолютно-таки Пробить И в равных составах 4 на 4 Играют команды Больше места На площадке Теперь для маневров Посмотрим Поможет ли это Какой-либо из команд Забросить Но пока что Зеленограду Не удалось реализовать Свои преимущества У любых игроков Выбирали они 5 на 3 И 5 на 4 Но к успеху Это к сожалению Не привело По прежнему счет 1-1 Медведи у нас В атаке Матвей Холькин вернулся На площадку В полном составе Медведи Итак возвращаемся с вами На второй период Матча Белые медведи Против Зеленограда Напоминаю Что белые медведи У нас Команда 2004 Рода рождения Зеленограда 2004 И матч Выдается На данный момент Очень И очень Интересно Буквально Не успела Она даже Начаться Было зафиксированное Положение Вне игры И в полном составе Играет Зеленоград Оставалось Удаление За нарушение Численного состава С прошлого Периода Но Вроде бы Шайба Все-таки Залетела Ворота Вот Очередной Такой Момент Отличная передача Бросок И не попадает Шайба Ворота Никита Мещеряков Как раз Пытался Старов Отличный Момент Егор Старов Нужно же Что-то Придумать Но Очень Затянул С этим Моментом Еще Бы Немного И можно Было Забивать Тут Но Слишком Близко К воротам Уже Подошел Шайба Остается за Медведем И прям Начался В зоне Вячеслав Федоров Довольно Часто Одна и Та же Комбинация Медведей Заметно Едет Игрок Сразу Отправляет Шайбу Обратно Своему Партнеру По команде Который Едет Прямо За ним И дальше Уже Пытаются Разыгрывать Эту Комбинацию Но Тем не менее Пока что Себя Она еще Не оправдала Васильков Отлично Вошел Из зоны Но Закрыт Он Просто Нету Никаких Возможностей Для Бросков Действительно Хочется Отметить Тигры Медведей В обороне Неточная Передача Перехватил У нас Шайбу Филимонов А вот Соскочила Она прямо С крюка Клюшки И тут же Последовал Бросок Никиты Мещерякова Однако Забросить Шайбу Не удалось Но момент Получился Опасный Очень В нужном месте Он оказался В нужный момент Вбрасывание За медведями Неточная Передача Никита Пива Варав Отправляет Шайбу Своему Партнеру По команде Получилась Неплохая Диагональная Передача Но команда Решили Отправить Шайбу Вдоль Борта Никита Мещеряков С командой Белый Медведи Пытался Успеть За этой Шайбой В зоне Соперника Однако Зеленоградцы Оказались Все-таки Побыстрее В данной Ситуации И вот Федор Гордеев Не смог Нести шайбу В одиночную Зону Все-таки Защита Медведей Не спит И отлично Блокирует Такие Моменты Оттянулись Обратно Медведи Ближе К обороне И с разворота Максим Антонович Входит в зону Оставляет Опять По своему партнеру Но бросить Уже Не получилось Тут же Вот просто Любимая комбинация Медведей Раз за разом Видно Как въезжает Игрок И оставляет Шайбу Напарнику Хорошо Вошел в зону Отправил Обратно И затем Уже Вячеслав Федоров Эту шайбу Попытался Бросить В ворот И ждем Теперь Обрасывание На половине Зеленограда Будется играть Еще Целую минуту В меньшинстве Посмотрим Что же за это время Придумают Медведи Довольно Хорошо Они играют В равных Составах Но Большинство Они по-моему В этом матче Особо Поиграть Не успели Хорошо Расположились Медведи В зоне Делают Передачи Ищут Окно Для броска И вот Как раз Это окно Было Найдено Мощный Хороший Бросок Но Недостаточно Чтобы Пробить Виктора Кабозева Посмотрим Как себя Покажут Галкиперы В третьем Периоде Теперь на них Уже лежит Ответственность За исход Этого Матча Как-никак Зеленограду Сейчас критически Важно Сравнивать Счет Всего Одну шайбу Нужно отыграть Это Вполне Выполнимо И не очень Даже Проблемно Так как Преимущество Очень взыбкое Всего В одну шайбу Не видит У нас здесь Судя Никакого Нарушения Хотя по-моему Это была Явная Подножка Не точная Передача Хотя за ней Может Да За ней Спокойно Учевать Игорь Старов И можно Теперь пытаться Уже Зеленограду Закрепиться В зоне Не получается Попадает шайба В игрока Белых медведей И теперь уже они Решают Что же делать Хороший Бросок В касание Получился Где это Преимущество Просто рассыпалось А отстающая Команда Спокойно Выходила Вперед Не знаю Что произойдет В этой встрече Так как Отзойти Может все что угодно Могут и медведи Выйти Вперед По шайбам А могут И зеленоград Времени Еще предостаточно Шайбы Медведи По прежнему Они в зоне Атаки Бросок Но Неудачный Рикошет Никита Мещеряков Упорно пытался Найти этот момент Но не получилось Казаков Уже целый круг По зоне Навернул И пришлось отдать Своему Напарнику По команде Вот Подобраться К воротам Пока что Не получается Защита Обеих команд Демонстрирует Нам Что очень Хороший уровень Игры И в целом Так Плотненько Встречают Своих соперников Вот Прямо Сейчас Был момент Просто Отлично Отыграл Защиту Зеленограда Клухо 2 в 2 Но вот Вячеслав Федоров Абсолютно Нигилировал Этот Момент Не дал Никак пройти Сопернику Бросок По воротам И спокойно С ним справился Виктор Кабозев Возвращает Шайбу обратно В игру Никита Мещеряков Бросок До последнего Водил И шайба Все-таки Попадает В команде Белые медведи Лучшим игроком Признан Никита Мещеряков 92 номер Поздравляем Его с этим Сегодняшние матчи Довольно-таки Удивляют Нету Прямо Таких Матчей Которые Заканчивают Очень быстро Резко С громадным Разрывом В счете Все матчи Идут очень Плотно С такой Прямо С хорошей Равной Борьбой Два матча Даже закончились У нас Булитами Так что Посмотрим Что же нам Преподнесет Этот матч И вот Что самое Интересное Играют команды 2004 и 2005 Года И вот Когда мы Наблюдали Прошлые Матчи Хотя Давайте Сначала Здесь Опасный Момент Посмотрим Который Создала Дружина Однако Бросить Не получилось Много Затянули Так вот Наблюдали Мы сегодня Матчи 2004 и 2005 Годов И в обоих Матчах Команда 2005 Года Одержала Победу Над командой 2004 Года И вот Интересно Почему Указать Ну атаким С ним Не Дуедем А далее У нас будет Никита Щербина В составе Дружины И тут же он Включается В игру Перехватывает Шайбы И сегодня Уже неоднократно Мы кстати Наблюдали Такие моменты Когда игрок Со скамейки Прямо выходил И тут же Уносил в игру Какой-то Такой Новый Момент То есть Были моменты По-моему даже Два Было заброшено Гола Когда Игрок выходил Со скамейки И тут же Подбирал шайбу И улетел К воротам Так что Следующий Второй период У нас команда Дружина Начнет тоже В меньшинстве Еще 30 секунд У Медведя Будет Для того Чтобы Выйти вперед В этой встрече И вот Не устаю я Повторять То что Команды Играют На очень Хорошем Равном Уровне Интересная Борьба Нету Абсолютно Вот этого Дикого Пролета Там 16-0 Мощный бросок Прямо в щитки Добивание Нет Справляется Павел Бутурлин Со всей этой угрозой А у нас Звучит Сирена Итак Возвращаемся Мы с вами На второй период Последнего Матча Этого игрового Дня Встречаются Команды Дружина Белые Белые Медведи Дружина С 2004 года Рождения Белые Медведи 2005 И пока У нас в большинстве Играют Белые Медведи В конце Прошлого Переда У нас был Уголен Алексей Милешин За неправильную Атаку Соперника Вот тут Опасно У нас Выход 1-0 В исполнении Дружины Натеряют Шайбу Прямо С крюка Клюшки Очень Досадная Ошибка В полном Составе У нас Играет Дружина Хорошая Прикодача И Медведи Покатились В зону Атаки Но Прямо Защита Дружины Показывает себя Очень с хорошей стороны Прижимает Прямо Комфорту Не получилось Принять Передачу Вячеслава Федорова А вот Тут уже Дружина Может показать Нам Довольно Интересный Момент Опять же Миролюбов Я так понимаю Да Миролюбов Шайбой Проехался За воротами Но Дружина Очень хорошо Расположена В зоне Практически Везде У них были Игроки Способные Принимать Передачи Что Очень сильно Сыграл В данный Момент На руку Буквально Все зоны Контролируют Не дают Шайбе Просто так Покинуть Зону И вот Только вместе С игроком Белых Медведей Получается Вывести Ее И нужно бросать И добивать И шайба Попадает В ворота Сравнивает Счет Снова Белый Медведик Но все таки Нет Смотрим Павтор Как же это было Момент Получился По-настоящему Хороший И очень Мотивирующий Для Медведей Умудряются Забрасывать Шайбу Играя Вот реально В меньшинстве И довольно таки Нередкое Явление Почему-то Вот командам Как-то это Лучше дается Возможно Просто меньше Думают О каких-то Возможностях Передач А ищут Именно уже Броски Не знаю Загадка Это для меня Но посмотрим Возможно Даже сейчас Дружина В меньшинстве Сохоин Сможет Забросить Видели мы Такое Уже И не раз Но пока что Медведи Располагаются В зоне Бросок И шайба В воротах Просто Красивейший Гол Прямо из-под Защитников Полетели шайбы Абсолютно Не мог За ней уследить Павел Бутурлин Приветствуем вас На втором матче Второго игрового дня Турнира Happy New Ice Cup Встречаются команды Ховрина Против Белых Медведей Белые медведи У нас 2005 года рождения Ховрина 2004 И чтобы у вас Не возникала Путаница Из-за двух Форм Команды Белые медведи Сразу отмечу Что Ховрина У нас Являются номинальными Хозяями Этой встречи Поэтому играют В синей Форме А белые медведи Считаются Гостями Поэтому Белая Голубая Форма У них Так Команду Уже у нас Отыграли По одному матчу А Ховрина Даже сыграла Белые медведи Сыграли у нас Два матча И оба матча Выиграли Набрали 6 очков А оба матча Которые они Выиграли У нас были Против Зеленограда 3-2 И против Дружины Тоже 3-2 Хорошо начали Выступление На турнире Имеют больше всех Очков На данный момент Разве что У Спартака Тоже у нас Теперь 6 очков Так что Можно сказать То что они Поравнялись Но посмотрим Что же Изменится После Этого матча Итак Возвращаемся Мы с вами На второй Период встречи Ховрина Один Против Белых Медведей Вторая 15-ти минутка Посмотрим Что же она нам Преподнесет Хорошую нам борьбу Показали команды В первом периоде А сейчас Бум Неплохой такой бросок Михаила Ховрина Прямо от 7-ми Чуть-чуть Не хватило Точности Все-таки Чтобы Попасть В створ ворот Не менее Попытка Определенно Стоит Внимание Ховрина Все больше и больше Пытается бросать Поворотом Выбили шайбу Уголкипера К сожалению Судья не сказал За что же там штраф Видимо За оскорбление Или за что-то это Решило Дисциплинарное Наказание Тем не менее Непонятно Штраф Есть штраф Решение Судьи Есть решение Судьи В меньшинстве Ховрина Белые медведи Продолжают Пытаться реализовать Своё преимущество Уже Инициатива заметна Вых руках Бросок И шайба Прямо В ловушке Кирилла Лазарева Теперь Отправили Отдуваться его На скамейку Штрафников За это В полном Составе Играет Ховрина Тут же Выкрывается Обратно В игру Роман Яковлев Прямо Со скамейки Прямо Не мог он Уже дождаться Того момента Когда покинет Штрафной Бокс И тут же Активно Включился В игру Еще 30 секунд Большинство Для Ховрина Но Белые медведи Решают Откидываться Шайбой Помогает Кирилл Лазарев Было довольно Сейчас опасное Решение Вот так вот Выходить Из ворот Тем не менее Себя полностью Оправдало 15 секунд Большинство Для Ховрина Есть еще Все шансы Но пока что Нет В полном составе Играют Белые медведи Возвращается Обратно На площадку Иван Копейкин Так Возвращаемся На завершающий Третий период Встречи Между командами Белые медведи 2005 года рождения И Ховрина 2004 года рождения Будем с вами Теперь Наблюдать Чем же Закончится Эта встреча Сударев Целиховрена Все-таки Забросить шайбу И начать Сравнивать Что-то Потому что Прошлый период Был действительно Крайне И крайне Интересный В этом плане Однако Во втором периоде Игра Просто перевернулась С ног на голову И большинство Времени Белые медведи Уже проводили В обороне Не получалось Особо выйти За пределы Зоны Все больше И больше Время проводили В обороне А Ховрина Просто бесконечно Атаковали Даже за время Прошлого периода Устал я стоять И смотреть Все на одну сторону Площадки Хотелось Как-то все-таки Головой Подвигать Право-влево Но нет Ховрина Просто бесконечный Прессинг Валяло На ворота Александра Третьякова Однако В этом периоде Опять Зеркальная ситуация Команды Просто каждый период Меняются Майками Я каждый раз Вижу разную Игру команд Тем не менее В этот раз Заметно активнее Играют уже Белые медведи Автором заброшенной шайбы Снова Никита Гадженко 71 номер Еще тут же Еще одну шайбу Записывают На свой счет Даже не успели мы Сказать про первый гол Как второй Записан тоже На счет И давайте смотреть Повтор Как же это было Отличный Обход всех Игроков Брасок И прямо В девятку Попала шайба Автором заброшенной Шайбе Становится Никита Мещеряков 92 номер Если я конечно Не ошибаюсь Но сейчас послушаем Судью Информатора Да Никита Мещеряков 92 номер За вторым Заброшенной шайбой Конечно же Его с этим Мы и поздравляем Все ближе И ближе Он делает Свою команду В победе В конце И так Они лидировали И так Они были Близки К победе Было преимущество Да Конечно Будет очень сложно Поварно отыграться За оставшиеся 10 минут Целых 4 шайбы Нужно забросить Чтобы сравнять Добрый вечер Уважаемые любители Хоккея Приветствуем вас На предпоследнем Матче Сегодняшнего Игрового Дня Матч За третье Четвертое место Буквально Только что Начался встречательность Команды Зеленоград И Белые Медведи Только что у нас Прошло два Полуфинала В первом Полуфинале У нас В первом Полуфинале Встречались Команда Белые Медведи И Ховрина Два И Ховрина Да Просто буквально Выгрызли Победу Последний момент А вот Зеленоград Буквально Только что Игрался Спартаком И Если поначалу Все оказалось хорошо То в третьем Периоде Заметно Зеленоград Поплыл И Спартак Одержал Довольно-таки Уверенную Победу В третьем Периоде И теперь Финал у нас уже состоится Сразу после этого матча Встречаться в нем будут команды Ховрина 2 И Спартак Продолжается Бой В атаке Зеленоград Есть возможность Еще одну шайбу Забросить Не получилось Здесь неудобно Запустить шайбу ворота Хороший перехват Шайбы нам Продемонстрировал Илья Василько Но тем не менее Сместились в атаку У нас Медведи И судья Замечает Нас тут Нарушение правил И последний И запросить Свою шайбу Зону Закрывает у нас Матвей Холькин Но тем не менее Все-таки Удается Зеленограду Выбить шайбу И Элленфорд Пытался Что-то предпринять Бросить по воротам Однако Тут Не получилось И Оборона Уходят Медведи Особо не спешат Есть еще у них 30 секунд На реализацию Любого плана Которые захотят Никита Мещеряков Хайбил у нас В зону с шайбой Но очень много Времени Сейчас Тратят Пытаются Придумать Какой-то план Действий И вот Клинивец у нас Здесь Зеленоград В эту передачу Не получается Ничего придумать И уже меньше 10 секунд У нас остается До конца Удаления Храмов Шарковский Возвращается На площадку И Звучит Свисток Судьи Отличный шанс Для Медведя Все-таки сравнять Счет Как же они Им воспользуются Получится ли Или нет Старается Особо не спешить И просто Отправлять Другую передачу Заставляет Как-то Сделеноградцев Растянуться По зоне Все пытается Дразнить Матвей Холькин Тем что он Бросит Поворотом Но все-таки Отправляет Передачу Хотел в касание Перевести Эту шайбу Никита Ганженко Но вот Не получилось Не попал он По шайбе И получилось В итоге Это очень неудачно Матвей Холькин И нужно бросать Еще Не прохолость Броски убирают Галкипера у нас Белые Медведи Просто Лучшей возможности Забросить шайбу Уже у них Не будет Считанные секунды До конца удаления Денис Хомяков Уже вот-вот Вернется На площадку И пока что Медведи Проводят атаку И возвращается Хомяков Обратно На поле 5 на 4 Продолжают играть У нас Зеленоград Но у Медведей Не получается Реализовывать Своё преимущество Вот всё Никак не получится Даже 5 на 3 Шайбу забросить Пока что не получилось Но вот правильно Они делают Они не спешат Стараются как-то Выверить Этот момент Бросок 24 секунды Ещё большинство Остаётся У команды Белые Медведи Неужели так Они не смогут Реализовать Вот это Просто золотой шанс Для того Чтобы сравнять Счёт Пока что Не получается Буквально Меньше 10 секунд Остаётся Считанные секунды Возвращается У нас на площадку Антонович И в полном составе Играет Зеленоград Так и не получилось У Медведей Реализовать Своё преимущество Полевых игроков В одну шайбу Крайне И крайне маленькая Уже я думаю Поверили И болельщики И сама команда Зеленоград В свою победу Но вот Нельзя было Списывать с счетов Вот это вот Маленькое Преимущество Ну что ж А теперь уже Интрига Максимально Накалилась Смогли Медведи Сравнять счёт И что же теперь Ответили Зеленоград Заброшенный шаб И для Медведя Сразу сейчас На Кураже Забросят вторую Ну или будем с вами Смотреть мы На Булиты Все три варианта Абсолютно Равновозможны Преимущество С чем мы его Конечно же И поздравляем Никита Мещеряков Номер 92 Презин лучшим Бомбардиром Турнира Я так понимаю А Крама Шарковки Лучшим Защитником Турнира Поздравляем Белых Медведей С почётным Третьим Местом Вручает им Кубок И Вручат Им Медали Медведей